Наступило лето, ярко светит солнышко и остро возникает вопрос, как защитить себя от теплового удара, от солнечного перегрева. Очень хорошо, если вы взяли с собой кепку или косынку или какой-то другой головной убор. А если вдруг вы забыли, но всегда может пригодиться оригами. Оригами это древнее искусство складывания из бумаги. У нас всегда под рукой бывает какая-то бумага, либо упаковочная, либо это может быть газета. Из нее очень легко и просто изготовить, например, вот такую вот треуголку. Она легко защитит нашу голову от перегрева. Я напомню, как это сделать. Вдруг у вас это из памяти исчезло. Я взяла обычную стандартную газету, но лучше брать размером побольше, чтобы она уже точно была по вашей голове. И начинаем выполнять действие, как при сборке обычного кораблика. Нужно газету согнуть пополам и затем в форме треугольника отогнуть вот так вот листы по направлению к центральной линии. Затем вот эти вот нижние прямоугольнички вгибаем наверх с одной стороны и переворачиваем нашу деталь и с другой повторяем точно такое же действие. Оригами эта техника известна, знаменита тем, что используется только бумага. И в классическом искусстве не используют ни ножницы, ни клей. Но очень часто, если это особенно трудоемкие поделки, то можно, конечно, использовать, чтобы была у нас поделка более крепкой. Мы не используем, у нас подручный материал, нам очень быстро нужно защитить себя от перегревания, поэтому вот так. Загибаем уголочки, посмотрите, с одной стороны и с другой. Так, сейчас нам нужно развернуть нашу фигурку и из треугольника мы получаем вот такой вот квадрат. Ну и затем последний этап, мы отгибаем уголочки наверх, тщательно разглаживаем сгибы, от этого зависит красота и долговечность нашей поделки. Ну и получаем то, что и хотели. Получилась триуголка, которую можно примерить вот таким образом, либо вот так, как вам удобно. И голова защищена от солнышка. Ну это очень простой вариант, а я бы вас хотела сегодня познакомить с вариантом чуть-чуть посложнее. И сготовить вот такую вот кепку, она уже будет с козырьком от солнца, чтобы нам не щурить глаза и рассматривать вид метр. Для этого также мы берем газету формата побольше и сгибаем ее пополам. Вот она у меня в два слоя. Сначала точно такое же. Треугольники сгибаем по направлению к центральной линии. Вообще в оригами используется такой инструмент, как кладилка. Им можно очень хорошо зафиксировать вот эти вот сгибы, чтобы они были остренькими, красивыми. Но мы воспользуемся нашими руками и просто прогладим сгибы. Так, затем, точно так же у нас вот эта нижняя полоса, но мы ее сгибаем пополам. И также фиксируем сгиб. Затем поднимаем наверх. Тщательно проглаживаем сгибы. И переворачиваем наше изделие. Смотрите, у нас получились треугольнички. Вот они торчат. Мы должны их загнуть на наш большой треугольник. С этой стороны и вот с этой. Так, сейчас смотрите, какая у нас фигура получилась. Мы должны к центральной линии симметрично согнуть обе половинки этой фигуры. Бумага очень пластичный и податливый. Материал с ним очень легко и удобно работать. И получаются очень замечательные вещи. Не просто красивые, но в нашем случае и функциональные. Значит, основа нашей кепочки будущей уже готова. Сейчас мы должны сделать козырек, который будет защищать нас от солнца. Для этого мы наш прямоугольник, получившийся внизу, делим пополам, поперек. Так, вот у нас центральная линия была. От нее мы отгибаем вот такой треугольничек. Это будет одна половинка козырька. И второй треугольничек. Справа это будет вторая половинка козырька. Его нужно заправить в карманчик. Вот нам никакой клей с вами не понадобился. Половинка козырька зафиксирована. И вторая половинка тоже зафиксирована. Что у нас получается? В принципе, вот у нас уже становится похоже на кепочку. Но вот такой вот у нас колпачок, как у Санта-Клауса. Мы его давайте вниз стакнем. Тоже с кеп фиксируем. Проглаживаниями. И прячем в кармашек. Вот, в принципе, уже можно надевать. Но мы с вами немножечко усовершенствуем эту модельку. Развернем ее вот так. И проработаем вот эти вот уголочки. Значит, для этого у нас вот такая уже 3D форма получается. Вот такой уголочек нужно согнуть. И опять прием запрятывания уголка в карман мы использовали. Один. И с другой стороны то же самое. Вот у нас уголочек. Вот мы его согнули. И спрятали в кармашек. Так, сейчас аккуратненько разворачиваем. Разворачиваем. Ну что ж, у нас получилась с вами кепочка, которую можно примерить. Это она как раз у нас получилась по размеру головы. Есть козырек, есть защита от солнца. Мы спасены от солнца. Ну что ж, спасибо за внимание. На этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!